МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. Сегодня мы расскажем о крупной аварии на площади Свободы. Говорит, не заметил вроде. Заговорил, что ли, не заметил. Пострадали два человека. В поселке Дербышки сбили лося. Один прыжок, два прыжка и все. Прямо на мою машину. Животное с перебитыми ногами скончалось на месте происшествия. И ударил бутылкой по лицу совершенно незнакомого человека. Почему? Пьяный, там, выходит, разговаривает. Старт судебного процесса. Это и не только прямо сейчас. Крупная авария произошла сегодня в самом центре столицы Татарстана. На площади Свободы столкнулись Форд Фокус и Хюндай Санта-Фе. Как уверяли очевидцы, внедорожник ехал на очень большой скорости, около 100 км в час. Тормозить, видимо, автоледи не пыталась и протаранила легковушку, едущую по главной дороге. В результате аварии пострадали два человека. Нафиса Минязова была на месте происшествия. Я с подругой подавал документы в босс. Адель Галимханов, водитель Форда Фокус, рассказал, с подругой ехали подавать документы в университет. На перекрестке улиц Большая Красная и Пушкина их протаранила автоледи на Хюндай Санта-Фе. Молодой человек заявил, уверен в своей правоте, ведь ехал по главной дороге по Большой Красной, а вот автоледи, ехавшая по второстепенной дороге со стороны улицы Пушкина в сторону НКЦ Казань, уступить им, видимо, не пожелала. В результате сильнейший удар женщина свою вину признала, но как-то комментировать произошедшее отказалась. Я ехал, пешеходов не было, я, соответственно, продолжил просто движение. Ну, у меня главная дорога была. И мне не уступила дорога. Говорит, не заметила в рост. Заговорилась, что ли, не заметила. При этом очевидцы рассказали, что у автоледи была очень большая скорость, и она едва не сбила проходящего дорогу мужчину, который чудом среагировал и смог увернуться. Удар был настолько сильным, что у кроссовера оторвало колеса, у Форда же практически полностью смята передняя часть. Оба автомобиля самостоятельно места происшествия уже покинуть не смогли. Им понадобилась помощь эвакуатора. В результате удара пострадали пассажирка и водитель Форда. Последний от госпитализации отказался. 18-летнюю девушку, пассажирку автомобиля Форд Фокус с различными травмами госпитализировали в больницу. Она жаловалась на боли в голове и спине. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Лось попал под колеса автомобиля Фольксфагенпола в поселке Дербышки. Инцидент произошел на улице Азина. Водитель появления животного на дороге никак не ожидал и не успел избежать столкновения, хотя скорость, уверяет, была небольшой. Сахатый после удара получил травмы конечности и не мог ходить. Но в этом беспомощном состоянии нашел в себе силы отползти от проезжей части в кювет. Что было дальше, расскажет Эрот Назипов. Сразу после удара лось оказался на асфальте, а спустя время и вовсе сполз с кювет. Сейчас травмированные животные находятся в кустах. Местные жители вызвали помощь. Судя по всему, лось получил травму ног и уже не мог передвигаться. Пока животное лежало в траве, люди, живущие рядом, подбрасывали ему еду и пытались звониться до помощи. В воде с льжейномарки не пострадал, чего не скажешь об автомобиле. У Фольксвагена были разбиты лобовое и боковые стекла. Мужчина отметил, что никак не ожидал появления лося на этом участке дороги. Еду спокойно, 50-40 км в час оттуда, еду сюда, в эту сторону. Вот из тех кустов прыжков два, чук-чук, лось, или как там, олень, лось кажется уже. Прямо на меня на лобач сел. Ну, даже не бежал, вот так прыжок. Один прыжок, два прыжка, и все, прямо на меня, на мою машину. Слова мужчины подтвердил и очевидец. Он ехал следом за Фольксвагеном. Увидев, что произошло, он остановился и вышел оказать помощь. Ни водитель не успел отреагировать, ничего как бы, ну, мне кажется, был бы я там ранее на 2-3 минуты, я бы оказался на его ситуации. Несмотря на все надежды местных жителей и проезжавших мимо водителей на счастливый исход, лось все же скончался от полученных травм на месте происшествия. Степень вины водителя еще только предстоит установить. Его польза, говорит тот факт, что на этом участке дороги отсутствует знак, предупреждающий о появлении диких животных. Айрат Назипов, Адель Малахметов, Вызов 112. Погоню за автомобилем Chevrolet Spark пришлось устроить автоинспектором в московском районе Казани. По предварительной версии, водитель иномарки на одном из перекрестков проехал на красный свет, а затем не подчинился требованиям сотрудников полиции, попытавшихся его остановить. Хотел скрыться. Мужчину настигли в одном из дворов по улице Декабристов. К тому моменту, по рассказам очевидцев, он оставил машину и бросился в бега. Впрочем, далеко ему уйти не удалось. Мужчину задержали и доставили к брошенному автомобилю. С помощью понятых автоинспекторы провели досмотр автомобиля, однако никаких запрещенных веществ найдено не было. Но по предварительной версии, водительского удостоверения у водителя Chevrolet не было, автомобиль был ни его. Машину он без спроса взял у своего родственника. Ударил незнакомого человека бутылкой спиртного по голове. Дело об умышленном причинении вреда здоровью в средней тяжести начали слушать сегодня в мировом суде Новосавиновского района. По версии следствия, 14 марта этого года двое молодых людей, обоим по 30 лет, начали угрожать 57-летнему мужчине. А затем один из них ударил человека бутылкой по лицу. Что стало причиной конфликта и чего сейчас хочет потерпевший? Подробности дела у Алины Мусиной. Евгений, а вы от камеры скрываетесь, да? Он старался не попадать в объектив камеры, тщательно скрывал свое лицо, а то и вовсе убегал от съемочной группы. Однако в тот самый вечер не переживал, что его снимают камеры видеонаблюдения. По версии следствия, 14 марта в 20 часов 20 минут двое молодых людей зашли за потерпевшим в подъезд и начали ему угрожать. И один из них, по версии следствия, 29-летний Евгений Козлов, ныне подсудимый, ударил мужчину предположительно бутылкой спиртного по лицу. От них исходил запах, две бутылки пива, были стеклянные бутылки. Я думаю, что может быть именно поэтому такие травмы. А вы как бы не повели, да? Я не понял, я смотрел только на одного. Он мне угрожал, поэтому я смотрел на второй. Я его не знал, я никак не ожидал, что второй может быть. Андрей Майоров рассказал, что один из нападавших его сосед, говорит, он часто угрожал ему в подъезде и не давал прохода. А также разъяснил вероятную причину такого несоседского поведения. Года два назад был вызов милиции, кого-то в подъезде жильцов, о том, что шумят, пьяные, выходят, разговаривают, дошают спать. Тогда, рассказывает Андрей, сосед, видимо, и решил, что полицию вызвал именно он. И стал мстить. Сначала были словесные угрозы, затем нападение. Только к самому соседу у следствия вопросов не было. Удар бутылкой нанес, как уверяет потерпевший, его знакомый. Сосед якобы стал только подстрекателем. Мужчина с этим обвинительным заключением не согласен. Заявил, что будет добиваться переквалификации деяния на нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Говорит, угрозы, получаемые им, до сих пор лишь укрепляют его в этом желании. Ты мало получил, значит, еще получишь. Что, тебе мало досталось? Что, тебе еще хочешь? Однако больше всех в этой ситуации переживает супруга потерпевшего, Елена Майорова. Она рассказала, каким сложным было лечение и какие увечья получил ее муж. Там был сломаный хвост, челюстная, мы добавляли. Это тоже демократно еще искать осталось. Это ее взаимодействие. Подсудимый изначально своей вины не признал. Затем, как рассказал потерпевший, под влиянием собранных доказательств, все же раскаялся и с обвинением согласился. В деле сегодня объявили перерыв. Слушание продолжится 8 августа. Алина Мусина, Нафиса Мнязова, Константин Мушуев. Вызов 112. Вскрывать дверь бензорезом и спасать хозяина квартиры пришлось пожарным в набережных Челнах. Соседи мужчины позвонили спасателям и сообщили о пожаре. Из окон квартиры на втором этаже к тому времени уже валил дым. Огнеборцы были на месте спустя 4 минуты. Разрезав дверь, обнаружили в горящей квартире нетрезвого 56-летнего мужчину. Его вывели на улицу и передали в руки медиков. Позже мужчину госпитализировали. Открытый огонь потушили за считанные минуты. В результате пожара в спальной комнате сгорели матрасы спальной принадлежности на площади 3 квадратных метра. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Вероятно, нетрезвый мужчина уснул с непотушенной сигаретой. Сюрпризы на свадьбе, воскресшие кабаны и курьезный прямой эфир. На очереди рубрика «Сплошные проколы». Начал новую жизнь, не попрощавшись со старой. Курьезный инцидент произошел на свадьбе в ЮАР. Любовница жениха решила отомстить своему бывшему парню и прийти на обракосочетание в платье невесты. Поступок произвел настоящий фурор на празднике. И как бы жених не пытался сгладить ситуацию, торжество все же было испорчено. В свирепуме могут быть не только любовницы, но и крабы. По крайней мере, такими они кажутся для туристов в Греции. Девушка решила подойти поближе к крабу, но очень быстро передумала. Причина в жесте, который означал, что он ей не очень-то рад. Кого-то пугают крабы, а кого-то воскресшие кабаны. Именно с таким явлением столкнулись литовские охотники. Их добыча ожила и начала крушить машину. Мужчины не придумали ничего, кроме как еще раз подстрелить животное. Но, как и в первый раз, фортуна повернулась к ним спиной. Кабан убежал, а горе-охотники отправились домой ни с чем. Порой неудачи постигают и журналистов. Один из примеров случился во время прямого включения в Израиль. Лисан Сабирова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.